Так, начинаем еще один ход. Первый игрок у нас Лола. Так, первый игрок у нас Лола. Что же у нас происходит? Лола у нас восстает в первой половине мира. Триш поставит скрытность на максимум. И скорость не важна. И другого ничего менять не будет. Так, теперь давайте попытаемся убежать от темного лица. Минус 2 плюс 6. Это у нас 4 кубика. И нам нужно 2 успеха. Так, у нас только ни одного успеха. Так что потратим 2 улики. Нет, потратим 2 улики. Бросим 2 кубика. Так, и у нас как раз 2 успеха. Мы убежали от темного юнца в Ихан Тлей. Так, теперь для Лолы красная или желтая карта? Красная. Пройдите проверку. Удачи минус 2. Если вы не проходите, появляется монстр. Так, ну давайте тогда вытянем монстра. Так как Лола у нас автоматически не проходит. Это у нас глубоководный гибрид. Убегать мы не будем. У нас нет возможности. Минус 1 плюс 2. Это 1 кубик. Так, мы теряем 1 единицу рассудка. Так, меняем на двойной. Ой, то есть на 2 жетона. Далее. Что у нас происходит? Далее, далее, далее. А, далее бой. Так, 0, 1, 1, 2, вот у нас, 1, 3, 7 кубиков. Так, 4 и еще 3 кубика. Так, и мы его победили. Мы его победили. Так, ой, 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 что тут неправильно. Я должен был посмотреть контакт для Триши сначала. Так, смотрим. И хантлей. Да, елки, поскольку не перемешиваю, одно и то же попадается. Знание минус 1. Знание у нас 2. Минус 1, это 1 кубик. Так, получаем еще одну улику. И она бесполезна. Так, что у нас происходит? А, фаза мифа. Бросай. Нет, давайте-ка сначала лутим карту. Монстры не появляются, монстры не двигаются. Все улики с поля сбрасываются. Но так как появляются новые врата, то и древний пробуждается. И так как он пробудился без улик на поле, то модификатор боя равен нулю. Первым будет его атаковать Триш. Бой оставим на максимуме. Так, и давайте-ка поднимем показатель знаний. И передадим ей проклятие Азотута. Ну и все. Далее последний бой. Продолжение следует.